Привет, друг! На связи Кристина Муха, и значит, сегодня мы с тобой будем говорить, или, можно сказать так, жужжать о книгах. Сегодняшний обзор, разбор, скажем так, такая скользкая тема, потому что первый раз в жизни я берусь за русского автора. Никогда я этого не делала, есть определенные опасения, но я буду говорить то, что я думаю. Итак, сегодняшняя книга «Барабанная дробь» всеми известного автора Алексея Иванов «Псоглавцы» или «Псоглавцы», наверное, «Псоглавцы». Немного об авторе его, в принципе, это один из самых экранизируемых авторов в нашей стране. Это «Табол», это «Пищеблок», «Общага на крови», «Географ Глобус Пропил» и еще какие-то произведения, о которых, возможно, я не знаю. Сегодняшняя тема такая немножечко сельская проза, назовем это так. Начну с описания. Ой, дай произойти тому, что задумано не тобой, но для тебя. Трое молодых москвичей приезжают на халтуру в глухую деревню Поволжья. Им надо снять со стены заброшенной церкви погибающую фреску. На фреске еретическое изображение святого Христофора с головой собаки. Я не буду углубляться в тему псогловцов. Есть куча информации в интернете, и Иванов, он всегда опирается на исторические данные, историческую основу. У него даже такая фишка есть. Он написал книгу, в которой есть текст, и выпустил книгу с контекстом. Ну, то есть описание какого-то исторического момента. Что здесь еще пишется? Если угодно, это жанровый роман, ужастик про оборотней. Если угодно, новая деревенская проза. Если угодно, стилизация под веб-серфинг по теме русского раскола. Но в целом, псогловцы, история про незримые границы культуры и стражи этих границ. У русского автора появилась очень, я бы даже не сказала, болезненная, но популярная тема. Это своего рода уже, наверное, вырастает в целый жанр русского хоррора. Это приключения москвичей в деревне. Что самое страшное для москвича, это оказаться, наверное, вот в этой глуши, без интернета, без там теплого туалета, в упадничестве, в котором русские глубинки пребывают. Итак, здесь, почему я брала такую аналогию. Небезызвестный автор, один из моих любимых авторов, Дмитрий Глуховский, написал сценарий сериала «Топия». Это русский сериал, и, собственно, я поначалу думала, что кто у кого подрезал. Глуховский у Иванова или Иванов у Глуховского. Но тема абсолютно разная, но если с точки зрения режиссуры, сценария, абсолютно одинаковые предлагаемые обстоятельства. Москвичи, но такие москвичи, знаете, есть такой анекдот. Встречаются два москвича. Вы из какого города приехали, а вы из какого? Вот такая тема. В общем, такие москвичи едут по каким-то сложившимся обстоятельствам в какую-то глухую деревню. Это у нас что? Это непроходимые дороги, это лютые алкаши, это уголовщина, но это стереотипное такое мышление. И обязательно должен быть разрушенный храм, разрушенная церковь. Что в топях, что в псогловцах, это есть. То есть предлагаемые обстоятельства, они абсолютно одинаковые. Мне кажется, для тех, кто смотрел топи, тут главный герой, тоже мальчик. Мне кажется, если бы экранизировали псогловцов, то Янковский тоже бы бегал с голой задницей по лесу. Ну, как бы, вот такая у нас абсолютно одинаковая аналогия. Трое парней едут в деревню снимать вот эту фреску. Их наняли по какому-то там, из какого-то там НИИ, дяденька по фамилии Лурия. В общем, он дает им задачу снять эту фреску, первая задача, и исследовать фольклор и быт местного населения. Ну, едут, едут они, едут по дороге, трясутся. Что у нас происходит? Встречается женский персонаж. Почему-то все авторы мужчины, я не буду говорить это слово, оно непечатное, и запикивать его бесполезно, но это такой детородный орган плюс слово страдание. И у нас получаются вот эти вот страдания, и почему-то у нас авторы пишут, прописывают именно таких парней. Мне это как бы не очень нравится. Ну, в общем, он едет, главный герой зовут Кирилл, едет, он едет по этим ухабам, вспоминает, как его девушка ему сказала, Кирюша, это несерьезно, и этот флешбек, он будет постоянно встречаться. Эта фраза у него какой-то, триггер, который у него в голове. В топе они также едут и идут флешбеки. То есть, опять одинаковость момента. Едут они, едут, встречают сельскую девушку, и по законам жанра, конечно, у них там случится любовь, морковь, все дела. Встречают они эту девушку, с ягодами она идет. В общем, они ее решили подвезти, и в какой-то момент, то ли они решили посмотреть дорогу, ну, в какую-то непроходимую они топь попали, и девчонка ловит какой-то лютый кринж, и такая... А, она не говорит, она заикается. Очень сложно разговаривать ей. И она такая, в общем, в ужасе, парень поворачивается и видит двух собак на вот этом... Как вот это называется? Вот это вот. Ну, горка из земли. Как это называется? Видит двух собак. Вообще, дико смешной момент. А, ну, ржавые рельсы они встретились, ну, по пути им встретились, по которым будет ездить Дрезина, привет, Глуховский. Момент такой, он как бы смешной получился, но если визуализировать, возможно, даже жуткий. Героя напугала молчаливость собак. Ну, типа, они просто стоят и смотрят. Вот так вот стоят и смотрят. Я не знаю, чего он словил кринж, но, как бы, почему его испугали молчаливые собаки. В общем, девчонка там, у нее случается истерика. Она со своим ведром ягод куда-то дает стрякача, они едут дальше. Приезжают в эту убогую заброшенную деревню. Они очень любят модные авторы описывать разрушенные дома, вот этих алкашей, которые у нас встречаются по дороге. Мне это не очень нравится, если честно. Но вот такой вот контекст. В общем, встречают они местного алкаша Леху, дают ему полтине. Кто-то у них умудряется что-то подрезать сразу же, моментально. Ищут, где жить и останавливаются в заброшенной школе. Ну, типа, и местные же есть. Ну, как бы, деньги есть на командировку у них. Выбор места жительства тут вообще как-то тупо. Ну, можно подойти... Вот Глуховский молодец, он в топе как бы сделал. Там ребята приехали, у местных остались. Про то он пожалели, конечно. Дело не в этом. Дело тут в логике. Зачем оставаться в какой-то лютой заброшке страшной, когда можно решить вопрос. В общем, идут они смотреть эту икону, выполнять работу. И с этого момента, как только главный герой Кирилл видит этого псоглавца, псоглавца, у него начинается какой-то лютый трэш в голове. Ну, в общем, они осматриваются в этой церкви. И встречается второй колоритный персонаж, который к ним приходит. Если у нас есть алкаш, то, ну, по логике вещей, должен быть уголовник. В общем, к ним заходит уголовник Саня Омский. И рассказывает ребятам о том, что здесь раньше была зона. Ну, то есть работы сейчас нет. Раньше была зона, лес валили, потом стали сжечь эти торфяники. Собственно, у нас вырисовывается линия сюжетная и персонажи. Три героя, один из которых главный, еще два второстепенные его друзья. И два антагониста, скажем так, два сельских антагониста. Это алкаш Леха и уголовник Саня Омский. И, конечно, нам нужно ввести лирическую линию. У нас появляется вот эта несчастная, глухонемая девушка Лиза. У нее тоже, опять-таки, нашла с топами аналогию, да. Есть мама древняя там, старушка. Работает. Ну, я не знаю, это, в принципе, даже непридуманные, наверное, истории. Это в любую деревню уже есть. Есть вот эти, такие персонажи. Почему настолько в каких-то моментах мне было, наверное, неловко, что ли, или даже стыдно? Ну, потому что как из жизни списано, да? Ну, вот настолько автор уходит в описание нищеты, деграданства, тлена, грязи, алкоголизма, тупости и скудаумия. Прям вот он тебя погружает туда. Но в конце книги, в принципе, станет понятно, для чего он это делает. Дальше, во-первых, мат должен быть обоснован. Я сегодня все-таки, нехотя провожу аналогию между Ивановым и Глуховским, мне нравится и один, и второй автор. Но что мне начало в Глуховском отталкивать, это когда он слишком ушел в политику, и когда в его книгах стало очень много мата. Ну, то есть он должен быть оправдан. И я понимаю, что мы здесь пишем про вот это вот, про маргинальные какие-то моменты, но очень-очень много мата. Этот момент мне не нравится. Ну, конечно, есть пометка 18+. Да, содержит нецензурную брань 18+. Что это? И начинается вот описание этих деревенских сцен. То есть тут мы вообще уходим в Санта-Барбару. Есть алкаш Леха, есть хорошая девочка Лиза с ее там мамой старенькой. А у Лехи есть жена. А он такой по старой памяти в школе был влюблен в эту Лизу. В общем, он таскается к ним домой, пытается ее домогаться. Жена его летит с ножом резать эту девочку. Мать ложится костьми. Вся деревня за этой сущей дракой наблюдает. И это из раза в раз повторяется. Главный герой становится свидетелем этих баталий. И вначале у него такой, что? Как? Ну, это же типа вообще жесть. А потом у него приходит осознание того, что... А это для них норма. Культурная норма. Я к этой фразе вернусь чуть позже. Почему культурная норма? В общем, валяются они по полу. Он там... У него пневматика. Он этому, короче, там в задницу пулю или куда-то там стреляет. В общем, драка, визги, вопли. Но, опять-таки, это не просто драка. Это яркий пример культурных и социальных норм данного социума. Главный герой в этот социум вообще не хочет входить. Но он понимает, что для этих людей это норма. При всем при том, что эта девушка Лиза ему очень нравится. Ну и, собственно, после вот этой драки, когда все у всех разняли... А, он туда позволил ударить себе женщину. Вот эту Веру, сестру... Ой, сестру, господи, жену этого Лехи. Сестры, жены, кони, люди. Все смешалось в нашей деревне Калиткино. Он позволил себе ударить, потому что... И он ужаснулся, потому что, ну, типа, он в шоке, как вот эта атмосфера, эта деревня упадническая начинает его потихонечку под себя подминать. У него был шок. Он, в общем, там решил помочь ему браться. Вылил водку в окно. И бабуля это ему говорит, слушай, а где водка-то? Он такой, я вылил. Он такая, ты... Как же она сказала-то? Ты нашего не бери. Это тоже, ну, ключевая фраза. Она даже курсивом выделена. Так же, как Кирюша, это несерьезно. Ты нашего не бери. И есть еще одна ключевая фраза в книге. Вышел из зоны. Это про культурный барьер, к которому мы вернемся чуть позже. В общем, у парня шок. Ему надо ходить собирать фольклор, а он видит эти драки, этих алкашей. Все больше пропитывается симпатией к этой девушке. Периодически они в какие-то там моменты начинают встречаться. Автор их соединяет там, там и там. Два его друга, они просто пилят эту икону, и как бы у них не складывается, у них ни дружбы, ничего у этих трех парней. Потому что у этого страдания, какие-то размышления, а те тупо делают свою работу. И конфликт у них случается в тот момент, когда они такие, ну ты что, он за бабу заступился, подругу себе нашел, мы вообще типа работать приехали, мы здесь работаем. А такой, как же так? И они ему говорят свою социальную норму, приемлемую для многих. Ну типа это местные, а это мы. Мы приехали работать. Ты к местным полез, потом они тебя ножом пырнули. Не надо, вот пускай они там хоть убивают друг друга, не лезь к ним. Но главный герой, он для того и главный герой, он, конечно же, этого сделать не смог. Дальше, ключевой момент Иванова, очень много отчасти. То есть это раскольничья деревня, много про раскольников, много про вот этого святого Христофора с головой собаки, историческая справка, 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 страница 2, 3, 4, 5. И ты начинаешь засыпать. Но как это все раскрывается, через какой ход герой у нас это гуглит. Так сложно, да? Все так сложно и так просто. Вопрос. Откуда в такой глухой деревне интернет? Потому что авторы, они же ориентируются на политическую обстановку, на настроение социума. И в принципе, что Глуховский, опять проведу сравнение. Ну, у того ярко выраженная политика. А у Иванова аккуратненькая такая политика, хотя он тоже много интересных вещей высказывает. Это же все вот... Есть разрушенная деревня. У нее должен быть хозяин. Да? Как бы у нас есть социум, у нас есть государство, и у него тоже должен быть хозяин. Тут такие острые шпилечки вставляются. Ну, в общем, это какой-то зажиточный мужик, на которого работает вся деревня. По звонку к нему там ходят, убираются. У него там бешеный особняк стоит с охранником. Про охранника отдельная тема. Оттуда вай-фай. Ну, надо было оправдать. Интернет в этой глушень, тьме тараканей. Еще один момент такой. У нас герой, в общем, он такой... Я сейчас все разгадаю. Ему и собаки эти видятся. И псиной у него воняет. И собачьи лапки у него цок-цок ходят. И как назло, да, ребята его... Они не остаются ночевать в этой школе. Они боятся, что местные упрут у них машину. И, собственно, они ночуют в машине. А третьему там никак. И вот он один в этой школе то гуглит, то чай себе с Роллтоном заваривает. То собак этих видит. В общем, он у одного спросил, у второго спросил. Никто ему не говорит. Но это девочка Лиза. Она потихоньку, как бы, доверяя ему, понимая, что он не представляет угрозы, и она начинает ему что-то где-то пык-мык дорассказывать. Едут они... Чем они печку топят, если торфяники? Вместо дров они собирают торф. Дров, торф, рифма. Собирают торф. И, в общем, над резиной этой она катается с мешками. И он как-то напросился туда с ней. Узнает, что у нее погиб отец. И она ему дает слово «убили». И дает недвусмысленный намек, что убили вот эти псоглавцы. Псоглавцы. Как вам угодно будет говорить. Почему? Потому что он вышел из зоны. Ну, якобы он хотел увезти ее из этой тьмы тараканей. Наш герой, Кирилл, он на торфяниках находит что-то типа заброшенного города с вышками. Он где-то, где-то ловит галюны и где-то, где-то достает нужную ему информацию. В общем, все дальше начинает катиться, если мы сюжет нагнетали, дальше у нас начинается какой-то голливудский блокбастер. Очень много... Я сначала, мне этот момент очень не понравился. Тут Иванов и про Кинга пишет, и еще про какие-то... Классный фильм здесь он вспоминает. Свои книги, по-моему, он называется «Псы войны». Кто смотрел, это один из лучших фильмов про оборотней, даже учитывая, что он древний, как деревня Калиткина. И очень такой смешной в каких-то моментах. Ну, он классный. Очень много вспоминается голливудских моментов. Почему? Потому что... Ну, псоглавец, он оборотень. Что формирует наш образ оборотня? То, что мы смотрим по телеку. Все очень просто. Поэтому здесь проводятся такие аналогии. Все заканчивается, но не заканчивается. А выходит так, что я уже не буду говорить эти конфликтные линии. Книгу уже можно не читать. Рассказал все. Надо вначале нам написать спойлер. Вот так вот. У меня на лбу. Или майку такую сделать. Все происходит очень банально. Парень влюбляется в девочку, решает, там у него какие-то внутренние, взять ее в Москву или не взять. Нет, все-таки она мне не ровнее. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но перед отъездом у них случается любовь в каком-то там заброшенном доме. Все дела. По каким-то там обстоятельствам, не буду углубляться, они ему звонят. У них тачку угнали. Вот. У них угнали тачку. Это вообще ключевой момент, как я могла о нем забыть. Два вот этих урки, с большего позволения, Леха и Саня Омский, угоняют, в общем, тачку. Кириллу звонят его ребята и говорят, приезжай на вот эти торфяные карьеры, в эти торфяники. Он такой, а что, типа в деревне нельзя встретиться? Они такие, нет, нельзя. Давай приезжай. В общем, с Лизой, получается так, что с Лизой он едет, а, он идет пешком, она догоняет его на этой дрезине, и, в общем, появляется вот это нечто, обезьяноподобное человека, что-то непонятно что, с мордой собаки, в общем, на дрезине 20 километров в час описывается лютая погоня, они летят, волосы назад, собаки туда и прыгают, и сожрать их пытаются, он ногой ее отпихивает, в общем, все, прям вот как в кино. По закону жанра, когда там герои на чем-то уезжают, и у них кто-то за ними гонится, там наступает такое, нам надо прыгать, да, давай прыгать, прыгают, ноги никто не ломает, бегут в эту церковь, эти, короче, за ними бегут, две псины, бегут, бегут, герои совершают абсолютно логичный поступок, они начинают подниматься на колокольню, с которой точно никуда не уйдешь, но что делать-то, что делать, автор, у автора там еще 200, 150 страниц нужно написать, что делать, наступает такой ход, вылезает луна, и собаки такие, короче, на эту луну смотрят зомбированные, эти такие классные, и сваливают, сваливают они, они когда там уже пересеклись с охранником этого дома, богатого дядки по фамилии Шостаков, и они к нему бегут, такие, мы видели оборотней, мы видели псу-главца, взять, помоги, не помню, как его зовут, тот достает ствол, короче, и стреляет в Лизу, этот такой, чё, но тоже получает свое, они очнулись, и здесь начинается развязка, собственно, говорит, я вас там колол транквилизаторы, чтобы вы поспали, а вот ваши друзья, телефоны, которые им выдали, с которыми они работали, естественно, стояли на прослушке, а этот дяденька, он такой, этот Кирилл, он такой, а вы из ФСБ, он такой, нет, я из Эрмитажа, такой забавный момент, раскручивается это все, он слушает эти телефонные разговоры, в общем, Саня Омский, убил Леху, после того, как они угнали тачку, собрали хабар, но, чтобы снять себя, скинуть вину, он, как бы, подбивает друзей, его, товарок, я не знаю, как это сказать, с которым он работает, подбивает на то, чтобы те дали ему ствол, и, короче, в общем, Кирилла, чтобы мочкануть, и тут люди выходят из своих культурных норм, что наступает, они соглашаются на это, потому что угон тачки, там у них получается по 700 тысяч каждому выплатить, еще что-то, еще что-то, в общем, попадос полный, в общем, они соглашаются с этим уголовником, чтобы Кирилла выманить и убить его, это все становится понятно по ходу вот этой вот аудиозаписи с телефона, и дальше наступает интересный момент, самый интересный момент книги, ну, Кирилл говорит, я же реально видел оборотней, я их реально видел, и Лиза видела, когда она очнется, она типа это может подтвердить, и этот научный сотрудник Эрмитажа, засекреченный под охранником, говорит, а я, ну, не спорю, что ты его видел, говорит, это один из нашей, не эксперимента, а миссии, он называет, один из моментов нашей миссии, вам нужно было снять икону, а нам нужно было бы смотреть, как местный социум на это отреагирует, то есть тут же есть, даже вот выделено, фраза, сейчас скажу, поведенческая стратегия сторожевой собаки, догнать и разорвать беглеца, а прав беглец или неправ, собаку не интересует, эту фразу даже сам автор, цитировал в каких-то своих интервью, то есть, пасуглавец, это охранник, охранник нашего, я не знаю, культурного кода, нашей социальной нормы, нашего, вот каких-то наших рамок, дозволенных, и ребята, согласившись на то, чтобы убили главного героя, Кирилла, они из своих культурных рамок, социальных вышли, по факту, и недаром же в книге мелькают фразы «не выходи из зоны», Кирилл, он остался в своих социальных нормах, в своих вот этих вот каких-то убеждениях, а этих двух, то есть, сначала ты когда читаешь, думаешь, наверное, вот эти собаки, это вот это Леха и Саня, какие-то они, гопари-уголовники, алкаши, наверное, это они и были, а тут такой поворотик, то есть, вот этот вот дяденька из Эрмитажа, он нашел его друзей, он их тоже усыпил, в этой церкви, в рваных шмотках, воющими на Луну, там, по факту, в бессознательном состоянии, то есть, люди, они вышли из своих рамок, они стали вот этими соглавцами, и, в общем, вот так вот все сложилось, но интересный момент, он ему объясняет, ты, типа, видел оборотней, такими, какими ты видел, я уже озвучила этот момент, потому что образ оборотня сформирован, грубо говоря, чем-то извне, ну, как бы, если мне скажут оборотень, я тоже, ну, как бы, у меня что-то всплывет какой-то волк, тряпочный, воющий на Луну, которого я видела в этом, в кинематографе, собственно, и как-то вот все, вот так вот и заканчивается, тема поднимается, хорошая, она вот прям вот в нашей культурной рамке, но очень много исторической справки, перегружена, сюжет, банальный, да, да, но как бы хорошие моменты есть. Книгу однозначно читать, читать, это, по-моему, Альпина Паблишер, да, нет, простите, Альпина, да, Альпина Проза, книгу вообще, я вот всего Иванова пересобираю в этом издательстве, если их потрогать, они даже вот такие бархатные, хорошая бумага, дорогие, прям вообще очень дорогие, но они того стоят. И небольшой сейчас, после этой говорильни, кто досмотрел, дам бонус, вот прям вот бонус от книжного блогера. Хотите, хотите бонус? Смотрите, есть такие вопросы, которые иногда задают людям, которые много читают, как вы успеваете так много читать? У вас, наверное, большая скорость чтения. Я запарилась этим вопросом, я измерила свою скорость чтения, у меня получилось 287 знаков в минуту, о, слов, простите, слов в минуту. В принципе, для среднестатистического взрослого человека норма порядка 200, по-моему, слов, но читаю чуть-чуть быстрее, наверное, потому что читаю много. И избегая каких-то сложных схем скорочтения, там надо читать 2000 слов в минуту, нет, не надо, надо воспринимать текст. Я взяла очень простую технологию, самую простую, о других я расскажу потом, их много. Ее называют по-разному, кто-то называет волшебная палочка, кто-то называет указательный палец, кто-то еще как-то называет. Все очень просто. Ваши глаза и ваш мозг, они будут автоматически следить за вашим пальцем. То есть, когда вы берете текст, это можно, ну, по приколу измерить, берете текст, берете ручку, карандаш, палец, и когда начинаете читать, водите по строчкам. И ваши глазки, они бегут за вашим пальцем. Можно в порядке эксперимента убыстрять движение и замерить свою скорость чтения. Она у вас вырастет сразу же на минимум 10%. То есть, если первое прочтение на было 287 слов, то после вот этого вождения пальцем, ну, я ручку брала, у меня получилось 320, сколько-то там. Вот такой простой способ улучшить свою технику чтения, читать быстрее и больше. Читайте книжки и еще раз читайте книжки. Не забывайте подписываться, ставить лайки, скидывать деньги на следующее видео. Всем спасибо, всех люблю, всем пока.